Продолжаем тему работы Герк Амикатата Дурия. Продолжаем тему. Сегодня будем работать Хиджики Маасай. Ура, Ваза. Теперь разбираем беду. Опять вспоминаем. Первое движение подальше к окнему нужной руке. Если вы договорились работать на Герк Амикататой Дурия, вытяните в другом случае, то даем ему нужную руку. Обратите внимание на захват сейчас. Опускай. При захвате рука подается так, чтобы вам было удобнее делать потом кокию. Старайтесь руку не накручивать и не вкладывать вот таким образом. То есть кокию отсюда сделайте только в обратную сторону, на что-то типа категаэши. Выход в верхнюю сторону будет уже закруднен. Продолжаем. Еще раз. В руку подавайте так, чтобы вам было удобно выводить на кокию. Ключ первого введения это именно кокию. Это вращение подплечья. Но при этом не наклоняемся. Еще раз. Потому что пойдет какая-то последующая атака у партнера. А делай чуть-чуть. Держи очень крепкий максимум. При очень крепком захвате, при очень крепком, и вашем блокировании, пацану сейчас руку пропускает, проще всего сделать движение от шагов назад и в сторону. Если вы от шагнули, сделай кокию с партнером. Когда уровень человеку вырастает даже вверх, то кокию делается за счет работы бедра. Вы чуть подводите партнера, бедро смещаете, и следующее движение ведете к партнеру. Это на самом деле ключ. Когда у вас еще ручки вырастают, движение бедра и бедра становятся очень короткими. Поэтому еще раз. Первое движение, очень широкое, вы вытягиваете партнера, для того, чтобы раскрыть ему бедро. Бок. Поднимаем его плечо, раскрываете его бедро, открываете ему бок. И только после этого начинаете двигаться на Тэн Кан. Когда чуть-чуть вырастаете уже, ваше движение становится очень более коротким. И опять, движение к партнеру. Первое у него нет времени, самое первое. Вы начинаете через контроль партнера. То есть, как бы устанавливать контроль. Но дальше сам Тэн Кан. Вы ведете не глядя в него. Это так нельзя делать. И вы должны посмотреть, что делается с завием. Следующая форма. При уходе партнера на вас ни в коем случае не тянетесь к нему в запястье. Партнер обязан вас обхаривать. Говорил об этом, говорю, и буду говорить. После того, когда вы уходите у партнера, вы показываете отель в него. Следующее движение. Вы после отель идете в запястье. За счет трубы обрабатываете партнера. И начинаете первое движение аналогично идет. То есть, вы начинаете руку вытягивать и опускать вниз. А следующий элемент. Вы поднимаете по волне его плечи наверх. И ваше запястье скользит наверх. И вы партнер начинаете укладывать вниз. За счет воздействия вашего локтя на локоть партнера и втыкание партнера вниз. Касается особо любящих герутбольд. Когда партнер начинает локоть, не надо перетягивать а втопать. Здесь не перетягивали. То есть, партнер втопал, отпустили натяжение. Руку уложили и самку разорвали. Руку уложили. Короткий круг. Рука укрепляется, локоть уложится. Вот в партнер начинает. Вот это, в принципе, еще не меньше. Локоть укрепляется, вы выпрямляете. Поэтому можно делать как длинную форму, так и короткий. Сейчас работаем с небольшой проводкой назад, с выведением, атакой, выведением и поднимем. Хиджики мы оставим. В уровне за. Работаем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова